Продолжение следует... Продолжение следует... Мы высадим вас, сволочи! Всех до единого! Думаете, Америка вас не найдет? Зачем, генерал? Мы сами придем в Америку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Никакого оружия! Контракт запрещают! А кто узнает? Генерал МакГоун. Но, чтоб ты чувствовал себя спокойней, вот тебе сувенирчик из Индонезии. Спасибо, Вик. Керамбит — это самая нужная вещь для воздушной разведки. Пригодится. Где Чарли со своей связью? Эй, прости. Я тут кое-что ценное налаживаю напоследок. Я убрал все официальные частоты. Зачем? Чтобы генералы под руку не лезли. Наш человек. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сэм! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Погнали! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Загружаю. Готово. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Группы — это король. Начинаем. Пешка готова. Готово. 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 Что-то еще, шеф? Скажи Саре, что меня не будет пару дней. У Сары ведь нет парня? Нет? Ну, нет, значит, нет. Не взламывай их систему. Мы тут гости. Да, но у них все так просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Загружено. Здесь два противника. Готово. Шифроключи от зоны Ф. Срок действия — 40 дней. Они уничтожены. Брось его. Слон убит у нас здесь тихо. Глушите все. Выступаем. Черный список. За дело. База Андерсон, это Паладин-02. Прошу разрешение на взлет. Как слышите? Радио сдохло? С радио все в порядке. Андерсон, Паладин-02 на связи. Прошу разрешение на взлет с вертолетной площадки Альфа-9. Мы опаздываем. В жопу правила. Надо успеть на партию в покер с генералом МакГованом? А как еще я расплачусь за вертушку? Брось его. Группа «Браво», что у вас? Браво готово. Вперед. Твою мать! Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй! Паладин-02. Мы падаем! Держись! Мы на базе? Чуть-чуть не дотянули. Шевелись! Мы здесь, как на ладони. Виев, помоги, я застрял. Телефон, Чарли. Да. Твою мать, парни, вы целы? Что ты делаешь? Вертолет сбили. Мы целы. Похоже, взорвали оружейный склад. Ты где? Прячусь с Ноутом под грузовиком. Слушайте, парни, все частоты блокированы. Где-то есть глушилка. Сигнал к северо-западу от вас. Сиди тихо. Мы найдем ее. Пошли. Спорим, у этих скотов одна из наших глушилок. Почему ты так думаешь? Я бы так сделал. Будь начеку, сам. Эти парни, похоже, профи, а у нас нет даже пистолетов. Укроемся пока в канаве. Господи, это не миномет. По звуку точно град. Разойдись и продолжать поиски. Пик, замри. Вижу его, вон там. Вон, лезь, ну! Вот дерьмо. Здесь чисто. Подсади меня. Противник, укрытие. Понял. Один наш, и два. Ты возьмешь того, что слева, но справа. Эй! Да. Приготовь камеру. Капралу группы «Браво». Сейчас его притащат. Хорошо. Этот долго не протянет. Да, погоди секунду. Они должны привезти Капрала сюда. Этот парень упомет. Да, сейчас. Так, есть. Камеру. Включил. Эй, кредит! Плохая рана. И помощи не будет, если они блокируют связь. Я им займусь. Найди глушилку. Ладно, Вик. Удачи. О, Магир! НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Черт! Так, держись, парень. Мы вызовем помощь. Свои! Ты вырубишь эту штуку? Я постараюсь. Как там парень? Скверно. Чарли, мы здесь. Ладно, хорошо. Теперь надо отключить генератор напряжения и блокировать посторонний сигнал. Не двигайся. Черный список. Помолчи, ладно? Чарли, а где выключатель? Видишь синюю кнопку? Угу. Жми. Что ты сказал? Что ты пытаешься мне сказать? Ты о чем? Черный список победит. Получилось, Вик. Черный список победит. Граната! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сообщение о нападении на крупную военную базу в США на острове Гуам. Таких потерь не было со времен Перл-Харбора. Ответственность на себя взяла группировка инженеры. Они выложили в сеть ролик с подробностями теракта, чтобы подкрепить свои требования. И назвали теракты черным списком. Черный список. Черный список. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Америка. Это черный список. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждую неделю в новый удар. Наши требования просты. Наши солдаты в 153 странах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отзовите их сейчас же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или каждую неделю в удар. Никаких переговоров. Список не остановить. У вас семь дней до нового удара. Выбор за вами. Мы инженеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Докладывайте. Паладин-1 и четвертый эшелон готовы, мэм. Но мы не можем найти Фишера. Его друг тяжело ранен. А где Виктор Коста, там и Сэм. Разгром на Гуаме, угроза новых терактов по всей Америке. Миру нужны ответы, мистер Фишер, а у меня их нет. Четвертому эшелону не найти их без лидера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись, Вик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужен один из людей Вика, без вопросов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берите Чарли Коуна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А с Гриммс Доттера отправится один из лучших людей ЦРУ. Айзек Брикс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гримм, ни за что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она тоже была резко против. Увы, Сэм, так не пойдет. Она работает с вами лучше всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Четвертый эшелон ждет вас, мистер Фишер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не дурно, правда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз летишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет. Удалось что-нибудь нарыть об этих инженерах? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока нет. Бриксы наши агенты проверяют кое-какие наводки. А список? Американская свобода, американская кровь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это теракты. У каждого свой срок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До американской жизни еще пять дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время уходит. Мы просчитываем возможные цели их атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока расскажу про самолет. Военный транспортник-прототип? Его еще модифицировали. Оружейное, лазарет, изолятор. Все, как на обычной базе на Земле. Только летает, как в старые добрые времена. Что такое, Брикс? Вживили подкожное радио. Ощущение, как дриль уткнули. Борт номер один по сравнению с ним бумажный самолетик. Да, Сэм? Хочешь поговорить об улучшениях? Позже. Покажи мне все. Новости, поиск информации в сети, прогнозирование, анализ фото и видео. Еще доступ к зарубежной электронной разведке, распознавание лиц по базам ЦРУ, АНБ, РУМО и ФБР. В реальном времени. Так вот, чем ты все время хвастал. СМАй. Стратегический многоцелевой интерфейс. По сравнению с ранними разработками, он серьезно улучшен. Он тебе все объяснит. Самое классное, всем можно управлять прямо отсюда или через АПСАД, если ты на Земле. Впечатляет. Ладно, скажи, если что нужно, мне надо кое-что проверить. Спасибо. Да, Сэм, чуть не забыл, твой АПСАД. Новейшая модель. Во время операции он заменит тебе СМАЙ. Доступ в сеть, управление дронами, сканер. Понял. Осталось подключить его к СМАЙ, потом малость поднастроить и можно в пекло. Спасибо. Что у нас там в Пенгазе? Отчет из убежища под охраной ЦРУ. Они взяли парня с данными по Гуаму, но никого не пускают к нему, пока не закончит. Как его нашли? Никак. Он сам взял и пришел к ним. А если это просто псих с извращенным чувством юмора? Ты что-то недоговариваешь? Чувака зовут Андрей Кобин. Это о чем-то говорит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сэм. Эй, стойте. Вы его знаете? Что нам надо знать? Это почему торговец оружием сдался ЦРУ сразу после Гуама. При всем уважении, этим допросом должно заниматься ЦРУ. Забудь свои старые привычки, Брикс. Ты теперь с нами. Так точно. Я что-то пропустил? Он наш единственный выход на инженеров. Я никому это не доверю. Кто такой Андрей Кобин? Андрей Кобин инсценировал смерть моей дочери, чтобы надавить на меня. Ого. И он еще до сих пор жив? Загадка. Что делать, Сэм? Где это убежище? Ого. Паршивый райончик. Ага, странно, да? Обычно-то как глянешь, так сразу и ясно. Тот попахивает ЦРУ. Оно тихо. Лучше зайти через базар вот здесь. Ты подашь сигнал, мой агент покинет убежище. Доступ к Кобину будет открыт. На экране всегда все гладко, Грим. И учти, Сэм, нам нужно захватить его живым, а не мертвым. Брикс, откуда лучше вести наблюдение? Лучше засесть тут и тут. Пойдет. Бери снайперку с глушителем. Я прикрываю и работаю по цели, сэр. Чарли, подгони нам какой-нибудь транспорт. Понеприметней. Фургон. Все будет. Ты мне так и не ответил, Сэм. Лучше позаботься, чтобы нам было куда отступать. Скажем, сюда. Всем все ясно? Нужно сделать все чисто. Экипаж, вылетаем в Бенгази. Грим, как обстановка? У нас проблема. Я пытаюсь связаться с агентом с тех пор, как вы сели. Тишина. Брикс, ты видишь, что вокруг убежища? Я только пришел. Плохо дело. На площади множество боевиков. Я на площади. Боевики блокируют главный вход. Сэм, мне занять другую позицию. Среди два внизу. Наблюдай с юго-западного угла. Понял. Выдвигаюсь. Грим, продолжай пытаться. Дай знать, если агент отзовется. Ладно. Вам помочь? Туалет есть у вас? Сзади. Шукран, Хабиби. Твой агент вышел на связь? Не вышел. Боевики повсюду, Сэм. Сказал же, чисто не выйдет. Дрикс в статус. Все то же, Сэм. Вижу внизу прорубу боевиков. Будет жарко. Надо не привлекать внимания. Иду к боковому входу. Мать, ну и душа! Это фастфуд виноват. ЦРУшники вечно жуют чизбургеры. Поэтому столько и весят. Надеюсь, так все будет. Лопал бы и дальше чуть-чуть. Но нет, ты не сможешь. Если встанешь на пути у босса, сдохнешь раньше времени. Защищать этого труса Гобина ему вряд ли хотелось. Был бы он жив, могли бы спросить. Брик, ты видишь, что творится внутри убежища? Не вижу. Пока нет. Может лучше? Некогда. Я захожу. Я на позиции, Сэм. А нашего агента нет? Трудно сказать. Принято. Выбыл что-нибудь из пленника. Да. Да. Нет, еще никого не было. Так, погоди секунду. Меня окружают одни идиоты. Да, это все, что мы узнали. Он молчал. Отлично. Посылка у нас. Ясно. Это не он. Брикс, ты же сказал, что Кобин здесь. Должен быть, сэр. Я предположил... Никаких предположений, когда я здесь. Ясно? Сэм, отзовись. Твой агент нашелся. Он мертв. На подходе еще боевики. Уходите, сэр. Ладно, нужны варианты. И поживей. Минуту. О, да. Это я, детка. Подключи телефон к обсад. Я хакну это левое дерьмо на раз. Окей, Чарли. Готово. Окей. Так, так. Так. Чарли, живей. Есть. Ого, да тут жесткая порнушка. Засеки место звонка. Есть. Отследил. Перебрасываю на твой обсад. Эй, твою ж мать. Там полицейский участок. Брикс, готовься отступать. Вас понял. Тут грузовики с противником. С десяток боевиков. Иду. Я вас прикрою. Загружаю кратчейший путь к участку на твой обсад. Принято. Гримм, как быстрее попасть к Кобину? Иди вниз по улице. Понял. Внимание, Сэм. Полицейский участок прямо за углом. Принято. Брикс, докладывай. Я почти на месте. Засел на крыше в двухстах метрах от полицейского участка. Наблюдаю за объектом и улицей. Сэм, что у тебя? Я внутри. Смотрю, чтобы не было хвоста. Ты знаешь, где нужно искать Кобина? Думаю, в камере для допросов. Верхний этаж. Южная сторона. Брикс, отходи. Бери фургон. Встретимся в точке эвакуации. Хорошо. Я захожу. Если у них контора в участке, значит, там есть компьютеры. Найди их и подключи обсад, чтобы получить ценную информацию. Что ты им сказал? Я спросил. Что ты забыл у американцев? Я же сказал! Вы тут вообще ни при чем! Слово даю! Значит, ты нас презираешь настолько, что и сдавать не захотел, так? Нет! Ничего подобного! Нет, нет! Нет, нет, нет! Я лоу. Ты много болтаешь. Я думал, вы хотели знать. Не думай. Будет только хуже. Нет! Ладно! Ладно! Не надо! Я им все рассказал! Ясно? Я нашел Кобина. А он еще жив? Пока да. Старо не меня! Не меня! Спасибо! Спасибо! Кто вас послал? ЦРУ? Откуда ты, мать твою, взялся? Весьер, если это насчет твоей истории... Заткнись! Нет, 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 нет! Не надо! Нет, нет! Ты пришел за мной? Я пришел за тем, что ты знаешь. Сядь. Сэм, сейчас начнется пекло. Местные таланты двигаются к тебе. Посылка у меня. Брикс, ты где? Близко, в фургоне. Твою мать, он пришел за мной. Двигай. Живо! Пойдем. Ты спасешь меня, да? Местные таланты двигаются к тебе. Местные таланты двигаются к тебе. Шутишь? У меня даже ботинок нет! Двигай! Какого хрена? Хватай! Зачем? Давай. Твою мать! Брикс, мы близко. Без этого никак не обойтись! Ну? Твою мать! Я с ним торгую. Обычно мои клиенты не громят ваши базы. Кто? Знаю только, что они обсуждали нападение на посольство в Вене. Охренеть, как горделись! Тогда погибли сотни невинных людей. Да ты что? А я о чем говорю? Он та еще, сука, просто людоед, и он не оставляет следов! Да... Херово. Правда? Чуть не... Что? А это что за урод? То есть ты сдался ради защиты? И что вы, дебилы, не прибили меня за Гуам? Брикс, не хочешь отправить груз на хранение? С радостью. Чего ты сказал? Гримм, вы с Чарли нароете мне все, что сможете об этом загадочном клиенте Кобина. Пора начать охоту. Я вообще-то спал! Слыхал о Женевской конвенции? У меня есть права! Да неужели? Можешь позвонить адвокату, если есть откуда. Как там у нас дела с разведкой? Пока пытаюсь обойти защиту спутника. Дай мне пару минут. Простите, что отвлекаю. Президент сообщает, три отряда Девгру на готове. Спасибо, Оли. Пусть ждут приказа. Знаешь что, дай сюда. Отсюда на мой счет поступили деньги. Электронный перевод. Ну, выяснили местоположение четвертого пункта. Как раз прослеживаем. Перевод пришел из Миравы, восток Ирака. Гримм, у меня нет изображений. Все, получила. Вытяни время через спутник нацразведки. Это крупнейший из тех четырех лагерей. Надежно защищен. Слушайте! Похоже, клиент Кобина в Мираве. Выдвигаемся немедленно. Чарли, спутник на тебе. Отследи каждого человека, каждый ствол и транспорт. Даже мальчишку с водяным пистолетом. Понял. Брикс, готовь беспилотник. Есть. Гримм, свяжись с Девгру. Нужно атаковать все четыре цели одновременно. Мы не успеем подготовиться, Сэм. Как только будем на месте, я высаживаюсь. Ты пойдешь один? Ничего личного. Но в Бенгазе у нас были проблемы. Ты заберешь меня на вертушке. Меня не спрашивали, но эти парни еще те ублюдки, так? Почему бы тогда не шарахнут в них чем-нибудь ядреным? Ты прав. Тебя не спрашивали. Нам нужны данные, а не горы трупов. Увести его. Погнали. Я просто... Ладно. Парашют раскрылся. Брикс, сможешь по-тихому убрать противника? Расчищаю путь. Он труп. Гримм, я на месте. Выдвигаюсь. Сэм, тепловизор засек группу противника. Они в думе вверх по течению. Чарли, дай данные разведке. Нам нужен клиент Кобина, пока не нашли меня. Я тебе выслал трикоптер с базовым распознаванием лиц. Лучше того, что было с Бенхиром. На порядок лучше. Подберись на 50 метров к цели, запускай и готов. Сэм, с твоей позиции удобно запустить трикоптер. Запускаю. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Сэм, подведи трикоптер. Рыбка. 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 Сравниваю. Качество не то? Что значит не то? Ах ты! Вот черт! Слушай, Сэм, говорят распознавание по лицу надежнее. Сэм, вижу на беспилотнике несколько вариантов хода в здание. Привет тебе, Откобина! Эй, подожди секунду! Нет, нет, нет! Стой! Стой, сука! Я из Ми-6! Три года! Три года под прикрытием, а ты все запорол! Код доступа, живо! Семь, пять, семь, браво! Виктор, девять! Оскар, девять, восемь! Ты ее сломал, ублюдок! Грим, ты слышала? Да, Сэм. Эй, кто тебя послал? Цейру? Этот кот устарел. Нужен снимок сетчатки. Где твой командир? Ну же, говори, и идем! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил! Его зовут Задид Хаидас. Он и правда из Ми-6 был. Пять лет назад его высвырнули, как двойного агента. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. Ох, чертовы янки! Строите из себя ковбоев! Говори! Ты опоздал. Сэм. Крупная передача данных из поселка поблизости. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Если ты здесь, считай, я уже мертв. Черт! Что там у тебя происходит? Он застрелился! Твою мать! Передача идет с крупного узла связи, где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Дорога в гору хорошо охраняется. Каков план атаки, Сэм? Заберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Сэм, командир «Дельты» вышел на связь. Паладин, выпил на связи. Прием! Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием! В зоне операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием! Ну, мы ж они знали о наших планах. Прием! Так точно! Ничего, зададим им перца. Выпил отбой! Я под мостом, который ведет в деревню. Сэм, движение, мосту движения. Похоже, инженеры укрылись от наблюдений с воздуха в подземных туннелях. Подтверждаю информацию. Там повсюду следы раскопок. Слежу за передачей данных. Сигнал идет из сектора, в котором боевики организовали лагерь. О! О других группах есть какие-нибудь вести? Нет. Скорее всего, глушат радиопередачи на время операции. О! Славное местечко! Похоже, инженеры давно выставили местных жителей в Зашей. Как думаешь, кто-то из местных знал о пункте ноль? В Гуаме я фарси не слышал. Инженеры не знают границ. Здесь мог быть кто угодно. Сэм, там всего несколько бойцов. Похоже, остальные на оборонительной позиции. Они что-то охраняют? Значит, я уже близко. Я сейчас точно над этим узлом связи. Чарли, передача продолжается? Все так же. Какой-то сумасшедший алгоритм шифровки. Мне нужно минут пять-десять, чтобы понять, что они передают. Все. Мы не можем больше ждать. Брикс, поднимай вертушку. Взлетаю. Еще пару минут. Здесь, похоже, была бойня. Видимо, дрон. Удар был нанесен, правда, уже давно. Сейчас я все проверю. Что ты видишь? Место для пыток. Здесь казнили солдата. Мигель Гарсия. Крыло 36. Он из Лос-Анджелеса. Двадцать три года. Пропал после Гуама. За что его? На камеру. Боже, так вот что они пересылали. Я вырубаю. Запись еще идет. Отследите. Есть. Они забыли планшет. Не бойся. Я знаю, зачем ты здесь. Веришь или нет. Я был в твоей шкуре. До битвы за мир. Я сражался за страну. Не надо. Прошу. Я просто хочу домой. И я этого хочу. Чтобы вы все вернулись домой. Но ваша... Страна... Они не хотят слушать. У меня сын... Ему два года. Нет. Я верю, что... Один человек... Может изменить будущее. А ты веришь? Я да. И я думаю... Это мог бы... Быть... Ты. Ты можешь изменить мир. Ставь ему примером. Нет. Я говорил, не с ним, друг мой. Я говорил, с тобой. Это что, угроза? Это не угроза, а послание. Инженеры кого-то ждали. Чарли, ты засек сигнал? Пока еще нет. МВТ включил дрон? Нет. Его кто-то взламывает. Во, зачем сзади стянул. Это ловушка. Уходи, живо! Я цел. 3X вертолёт сюда, живо! Там слишком жарко, я там не сяду. Сэм, они стреляют руки. Использую крюк. 5 секунд, быстрее, Сэм! 3, 2, 1, давай! Извлеки из него всё, что сможешь. Не вопрос. Готовь вертушку, починим на ходу, чтобы было быстрее. Сэм. Инженеры всегда были впереди. Единственная зацепка, а в результате лишь угроза. Брикс уже как следует допросил Кобина. Кобин слишком глуп для такой ловушки. Но слишком умён, чтобы подставлять нас так. Согласна. И его данные подтверждались другими. Инженеры ловко отправили нас по ложному пути. И мы вышли прямо на минное поле. Надеюсь, Девгру нашли хоть что-то. Им давно пора вернуться. Чарли следит за ними. Чарли? Чарли? Остальные. В тех лагерях все погибли. Выжил только ты. Инженеры знали, что власти снимут с себя ответственность. Для того и сделали запись. А потом пустили в прямой эфир. Сэм. Мы извлекли из планшета кое-чьи данные. Мы знаем главу террористов. Быстро вы. Это было просто. Даже слишком. Как будто он хотел, чтобы его нашли. Думаю, так и есть. Он издевается. Зато мы знаем, кто он. Маджид Садик. Бывший агент Ми-6. Вот как он узнал, что все будут искать. И как это ускорить. Госпожа президент. Рада вас видеть, мистер Фишер. Мои соболезнования. Мы знаем, кто нам нужен. Маджид Садик. За инженерами стоит он. Мы направим вам все отчеты. Спасибо. Но поможет ли нам это остановить угрозу? Нет, только косвенно. Вот новые данные из вашего офиса. Ваши люди подозревают, что Даллас – следующая цель? Да. А наши силы и так рассредоточены по пяти другим городам. Лучший способ защитить Даллас – поручить четвертому эшелону предотвратить атаку. Успеете это сделать? Считайте, сделали. Сделаем. Данные АНБ перепроверены по трем источникам. Похоже, цель в Далласе, но ничего конкретного. Возможны объекты здесь и здесь. Стадион и аквариум. Нам дали посадку в Лавфилде вместо Форт Уорта. Хоть время сэкономим. Мы будем держать тебя в курсе. Вопросы? Да. Почему Чарли молчит? Уже сказал ей. Скажи мне. Я проверил данные по всем основным аэропортам страны. Не было ли пассажиров в розыске. Что это? Ничего. Вакуум. В Чикаго рухнула база аэропорта. Список пассажиров был недоступен пять часов к ряду. Профилактика проверена. Дай ему сказать. Я вручную прогнал фамилии пассажиров с прибывших рейсов по нашим базам. Всплыло шесть имен. А теперь гляньте. Запись камер аэропорта О'Хара. Те шестеро вышли вместе. Признаю, это важно, но не приоритетно. Все данные из различных агентств указывают на Даллас. Я о том и говорю. Никто не ждал их в Гуаме. Тогда инженеры тоже спутали все карты и перебили несколько групп спецназа. Мы успеем вернуться из Чикаго? Слишком далеко, сэм. У нас только один шанс. Если мы промахнемся в Чикаго, то не успеем в Даллас. Сэм? Летим в Чикаго. Мало ли, что там случайно обнаружил Чарли. Президент... Дала мне карт-бланш в этой операции. И заберет назад, если нарушишь приказ лететь в Даллас. Атака в лоб не имеет смысла. После того, что садик устроил в Мераве. Что это? Спецназ Чикаго. У них ЧП с захватом заложников. Готовь вертушку. Террависты связались с полицией и Чикаго. Чего хотят? Ничего. Только потребовали, чтобы полиция не совалась в этот район. В таком случае, зачем им заложники? Может, вляпались выше головы. Возможно, это не инженеры, Сэм. В Далласе и без них хватает уродов. Время на нуле. Отступать уже поздно. Хожу, гражданских не видно. Кажется, они ловят беглецов. Я тут смотрю на чертежи. Если они их куда и увели, то только в подвал. Загнали себя в угол. Новички в таких делах бывают опаснее профи. Сэм, похоже, через этот зал можно пройти по шахтам. Доступ к ним за сценой. Правда, будет высоко. Покидай банкетный зал, Гриб. Заложников видел? Нет. Только Сопляков с плохой снарягой. Может, это не черный список? Выясним. У нас потери. Кто-нибудь сюда? Он мертв. Гримм, заложники в котельной. Здание начинено С-4, но противник уничтожен. Ясно. Можно пускать заперов? Пусть будут готовы. Никого не пускать, пока все не проверю. Поняла. Здесь убиты. Избивайте. Так, Сэм, впереди старый канализационный туннель. Похоже, он ведет к водоочистной станции. Похоже на то, что им нужно. Нет, дрон не отвечает. Минуту. Высылаю другой. Зачем вам водоочистная станция? Говори. Иди нахер. Я все скажу. Биологическое оружие. У них есть вирус. Они хотят заразить воду? Как мне обезвредить бомбы? Кодом. Флешка на моем ремне. Я все рассказал вам. Я помог вам. Не убивайте меня. Прошу. Гримм. Мы все слышали. Он дал мне флешку. Подключаю капсат. Передаю в Чикагский спецназ. Спасибо им за терпение. Сэм. Фургоны, которые Чарли засек в аэропорту, прибыли сюда час назад. Мать твою. Мы опоздали? Еще не знаем. Торопись. Так, Сэм. Кое-то беспилотники. Один выстрел выведет его из строя, ну а два... Они взорвут заряд внутри него. Может пригодиться в нужный момент. Просто предупреждаю. Сэм, я убедился, что это правда инженеры. Как? Двоя флешка. Там данные зашифрованы тройным кодом армейского образца. Это в точности тот же код, который Садик использовал в Мираве. Отлично, Чарли. Ищем стрелка. У тебя середи очистная станция. Доступ внутрь, через крышу. Продолжение следует... Работа профи. Они убрали всю охрану на станции. Да вообще всю систему сломали. Придется восстанавливать, чтобы хоть дверь открыть, иначе тебе не пройти к источнику загрязнения. Поспеши. Все. Можно идти, Сэм. Сэм, они изливают вирус из двух точек. Я с ними разберусь, если сможем удержать зараженную воду здесь. Попробую перекрыть сливной вентиль. Давай. У нас есть десять минут, потом вода превратится в яд. Бомбу отключил. Чарли, где этот вентиль? Не знаю. Сигнал блокирует. Правда, у меня есть в запасе пара трюков. Хорошие новости, Сэм. Судя по плану, под аппаратной есть служебный тоннель. Он проведет себя по заводу. Отключил вторую. Гримм. Молодец, но уже поздно. Черт. Дальше что? Уровень заражения воды критический, а основные потоки еще открыт. Стойте. У меня нет доступа к вентилю, но я включил ручное управление. Можешь сам перекрыть его. Уже иду. Система перекрыта. Терраса американская жизнь сорван. Думаю, можем отчитываться. Молодец, Сэм, пора тебя забирать. Брикс. Вертолет уже сел. Вперед. Инженеры перехватили груз из лаборатории пятого уровня на северо-западном побережье. Биологическое оружие. Чума. Да от такого города целиком бы вымер. Вакцина найдется? Не нужно. У тебя анализ отрицательный. Только что узнал. В Чикаго дали добро. Всегда рад. Не перехвали себя, Чарли. Нам повезло. Вся операция была одной сплошной догадкой. Ты права. Отныне мы завязываем с обороной. Есть предложение? Садик ждет от нас обороны. И готовится к этому. Нет, нужно наступать. Как? Цели у нас нет. И просто отмахнуться от черного списка нельзя. Если будем пытаться успеть за ними, рано или поздно промахнемся. Затравим его. Заставим ошибаться. Эм, Сэм. У нас проблемы. В сети прорва данных о Кобине. Многие говорят, что он пошел на сделку с дядей Сэмом. Как они узнали? От нас. Что? Грим не сказала? Чикаго не дало нам никаких наводок. Ты велел начать охоту. Это приманка. Без моего ведома? Почему ты все решаешь по ходу дела, а нам нельзя ничего предпринимать? И что, по-твоему, нам это дает? Резу Нури. Спустя час, как я слила инфу о Кобине, моё письмо переслали ему кучу раз. Программа слежки? Обычный веб-маячок. По новее фото не нашлось? Зато информации полно. АНБ считает, Нури связан с Ираном. Фото загружено, Грим. Спасибо. Дом у него просто крепость. Новейшая сигналка, военная охрана. Ерунда, Сэм. Если хочешь идти на штурм, у меня есть то, что надо. Что? Прямо сейчас? Я, в общем, ещё не доделал. Я сейчас принесу. Нурри знает, что ты у нас. Он думает, ты сдал его. Чёрт, как он узнал? Не везуха. Хочу знать, чего он задёргался. Не знаю. Я, я поставляю оружие, он, людей, у нас полно общих друзей. Я сумел встроить Эми и высокоплотный конденсатор в три коптера. Надо ещё доработать. Но если хотим сломать систему защиты... Что в чемодане? Термит. Взял у друзей взлом. Ну, в общем, у приятелей. Добавь к снаряжению. Расскажешь что-нибудь ещё, Кобин? Слушай, я знаю парня, который делал для нулей систему охраны. Могу расспросить. Поехали. Кобин что-нибудь сказал? Не поверишь, сказал. У Нурри есть бункер на крайний случай. Правда, источник Кобина не знает, где именно он находится. Шикарно. Хочешь подождать? Нет. Нам это даже на руку. Зачем гнаться за Нурри? Он сам себя в угол загоняет. Как мы заставим Нурри скрыться в убежище? Вырубим ему свет. Дай мне доступ к пункту охраны. Я найду разведритель и дело в шляпе. Место. По дороге к главным воротам. Скину детали на твой обсад. Продолжение следует... СМА прав. Я в комнате безопасности. Я все могу взломать. Пусть Чарли перенаправит видеопоток в СМА. Подключу программу распознавания лиц, чтобы найти Нурри. Нашла, Сэм. Он идет в дом. Балкон слабое место системы охраны. Подтверждаю. Тенек бы не помешал. Надо вырубить питание. По камерам есть хороший обзор территории? Сейчас тебе все скину. Много энергии идет к щитовой будке у бассейна. Видимо, там под землей главный трансформатор. Я туда. Выбирайся через окно сзади. Открываю его. Встретят. Действуй. Вижу труп собаки. Здесь посторонний. Чарли, трикоптер работает? Телеметрия в норме. Помех передачи данных нет. Ладно. Поехали. Осторожней, Сэм. Он все же не бесшумный. И Эмми тут не поможет. Не волнуйся. Я сберегу твою игрушку. Готови. Поехали. Лена! Бум! Началось. Есть визуальное подтверждение. Здание и темно. Нури запрется в своем бункере. Мне нужны координаты. Я пока ищу. Отметила два возможных пути в здание. Через балкон и боковую дверь. Отправляю тебя на обсад. Сэм, у нас проблема. На военной радиочастоте говорят на фарси. Будь осторожнее. Гримм. Бункер у него сборный? Не расслабляться. Да. Из отличного титанового сплава. В твоих очках должен светиться. Сэм. Нурипа натыкал инфракрасных лазеров. Прервал ночь. Поднял тревогу. Ничего не нашел. Вы меня слышите? Кобин предложил попробовать через верхний этаж. Я нашел бункер, но дверь похоже из стали. Дюймов восемь. Нуре не экономил. Пусть лучше попробуй потолок. Он тоньше. Неводчик, я ракутирил. Мэн Полдорум! Полдорум! Были бы нужны деньги, я бы ограбил банк. Американец? Разве ты не от иранцев? А зачем ты Ирану? Может, сперва решим более насущные проблемы? Сэм, они снаружи. Ударный взвод. Ломаю двери. Я полагаю, это Котс. Если сможешь вытащить меня отсюда живым, обещаю, щедро награжу. У всех есть своя цель. Не нужна информация. Маджид Садик. Даже если бы я его знал, все равно никому ничего не сказал бы. В нашем деле это главное правило. Но нет правил без исключений. Будет тебе Садик. Это идея. За мной. Под особняком есть туннель, я сам его устроил. Он ведет к личному причалу. Ты разберись с ними, а я пока здесь подожду. Будь наготове. Дури, пошел. Они нас отрезали. Вижу их. Я остаюсь здесь. Мы уже почти у входа. Гримм, мы приближаемся к туннелю. Есть варианты. Есть один. Река – единственный путь. У причала Нури есть лодка. Тут и для меня оружие найдется. Нет уж. Мне пуля в спину ни к чему. Хочешь жить? Начинай говорить про Садика. Схема простая. Он мне наличный, я ему солдат. Зачем ему солдаты? Не мое это дело. Погнали. Не спеши. Да ты что, издеваешься? Вот как ты обходишься с теми, кого защищаешь. Притихни. Нам обоим будет проще. Это плохая идея. Разозлить кутс – вот плохая идея. Нравятся последствия? Прибыл полный внедорожник врагов, Сэм. Бегом к причалу. Понял. Имена, живо. Вот. Держи. В этом файле имена и номера паспортов всех агентов, посланных Садику. Гримм, отправляю тебе файл с телефона Нури. Проверь его. Сейчас. У нас нет времени. Думаешь, я тебе доверюсь? Сэм, выдвигайтесь. Они уже совсем рядом. Да, похоже на то, правда? Файл Нури проверен. Валите. Данные Нури нам пригодятся? Мы проверяем номера паспортов. Если повезет, получим данные о людях Садика. Почему его отпустили? Я должен торчать тут с вами. Потому что ты нужен здесь, а он там. Вашингтон считает, что Иран связан с черным списком. Нури может быть их агентом, а ты просто оставил его там. Он будет нашим вкладом. Это ошибка. Положение в Иране рискованное. Ты часом не общалась с госпожой президентом. В другой раз не забудь рассказать ей об этом. Чарли. Маяк. Взял твою идею с письмом и закинул вирус в телефон Нури. Есть навигация, прослушка, файлы и шанс, что он заразит свой компьютер, пока не сменит телефон. Так узнаем от Нури больше, чем если бы заперли его с Кобиным. Не согласен. Все, понял. Тебе плевать, молчу. Вашингтон дает нам одни догадки. Факты достаю я. Ты рискуешь войной. Садик уже развязал войну. Мы должны ее остановить. Продолжай проверять паспорта. Нужна зацепка и побыстрее. Вот те данные, которые ты просил. Спасибо. А могли бы обойти все эти административные заборы? Разреши ты мне влезть в базу Ми-5. И нарвались бы на международный скандал, а ты бы гнил в беломарше до конца жизни. Если попасться. Меня просветите? Номерами паспортов, полученными от Нури. Анализ сети, передвижений, финансовых операций. Тупая аналитика. Просто скажи, что нашли. Ничего. Можно было не копаться в куче бесполезных данных. Только время потерял. Твою ж мать. Инженеры в Лондоне. Тупая аналитика? Браво, Гримм. Все эти люди связаны с Садиком? И между собой. Спящая ячейка. Была. А не в действии. Что будем делать? Есть только один вариант. Да, пора уже пощупать Ми-5. Отставить, Чарли. Нельзя рисковать. Садик – бывший британский агент. У него там могли остаться друзья. Стоит его спугнуть, и он залежет на дно. Похоже, они окопались на старом заводе. Он прямо на воде. Много позиций для снайперов. Я проработаю план. Чарли, помоги ей. Брикс? На связи. Новое дело. Веди наблюдение. Сейчас буду. Отлично, Брикс. Я пошел. Понял. Выдвигаюсь к точке права. Грим, лезу по стене завода. Брикс прикрываешь? Есть. Я в точке права. На выезде грузовик. Похоже, они вывозят груз. Ясно. Сэм, впереди. Как ты? Красиво. Спасибо. Я на крыше. Я видел старые чертежи. Раньше здесь мололи муку, так что к неверну, друзья. А вы виды? А вы виды? Не нравится мне это, Сэм. Мури послал сюда не просто тупых боевиков. А поконкретнее? Здесь опытные спицы. Инженеры-химики, снайперы, техники. Прямо сплошные звезды. Добавь в список профессиональных водителей. СМА отслеживал тот грузовик. Чувак проехал все туннели города и не один раз менял машину. Он ушел. Его груз как-то связан с новой атакой. Ясно. Ясно. Продолжай спускаться. Похоже, они сматываются. У нас мало времени. Еще один грузовик. Я вижу. Хоть этот не потеря, Чарли. Юмор? Что-то новенькое. Так, работайте. Я на погрузочную. Что-то новенькое. Крыльт, что ли? Я в главном офисе. Похоже, отсюда бежали в спешке. Бумаги из Ирана. Похоже, это код. Теперь ясно, зачем слежка за Нори. Сканирую. Похоже, мы нашли доказательства причастности Ирана. Передай их Колдуэл и побыстрее. Черт. Гримм, взгляни-ка на это. Это города, где будут совершены теракты. Что это? Грязная бомба? Не знаю. Сканируй путевой лист. Ну что, это все? Да, это все. Да. Да, собираю людей. Мы выдвигаемся. Похоже, уходит последняя партия. Прикажи Бриксу остановить грузовик. Отставить. Это последний шанс проследить за ними. Надо поставить маячок на груз. На ней химзащита. Не ясно, что тебя ждет. Меня готовили к худшему. Если тебя засекут, все кончено. Ты забыла, с кем говоришь? Хочешь проверить? Не надо. Сэм, стой. Путевой лист, что ты нашел? Компоненты химического оружия. Производная Вегаза. Как ты узнал? Угадал. И нашел бомбу в укупорке. Открываю. Сэм, раз эта штука в укупорке, то без нее она очень опасна. Они не должны найти маячок. Шанс только один. Даже пара микрограмм будет смертельна. Сэм. Сэм. Я в норме. Маяк на месте. Выхожу. Подожди. Что? Я перехватывал звонки, проходившие через ретранслятор возле фабрики. Грязный трюк, но… Это на западный берег. Под мостом поменяетесь местами и выдвигайтесь. СМА засек частичное совпадение голоса. Возможно, садик на территории. Сбрось координаты на абсад. Дальше я сам. Есть. Сэм, пока фура не уедет, там опасно. Я тихо. Сэм, стрелять можно. Если здесь садик, он будет в самом центре штаба. Там, куда ты идешь. Сэм, Гримм. Грузовик пошел. Жучок работает. Супер. Обследим его хоть на другом конце света. Сэм. Я за тобой слежу. Показатели у тебя таксели. Только скажи, я прибегу. Отставить. Лучше отход прикроешь. Наша главная цель – садик, а не я. Сэм. 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 Это симптомы действия нервного газа. Я в норме. Сэм. Уровень кислорода низкий. Тебе нужен врач, Сэм. Нет. Просто… Он не отвечает, я пошел. А вот это, по-моему… Уважайте. Учай один панель. Услышайте. Купаль панель. Пау-пая, не шоу. Для битв-пад. И нам не слезать. Сэм. Не стрелять. Услышите, кто его прислал? Я с его живым. Сэм! Сэм. Слышишь меня? Услышать? Не больно, радужный прием. Я отдавал приказ? Я думал. Теперь ты запомнишь. Нуре привел тебя сюда. Так у тебя еще есть друзья в разведке? Поздравляю. Отвечай на вопрос. Сдайся. И, может, будешь жить. И кто же ты? Явно американец, только... А это что? Керамид. Поучился из-за границы, а? Ты спецагент. Но на тебя ничего нет. Человек-загадка. Кто ты такой? Тот, кто тебя убьет. Ба! За то, что я вне закон. Что, не просто так убивают? Выходит, мы с тобой похожи. Ты убиваешь невинных людей. Потому что твой президент посылает вас туда. Где вам не место! Пошел ты. Где твои люди? Это Макаров. У тебя один патрон, и он тебя не спасет. Уверен? Одного как раз хватит. Вали его, Брикс. Черта с два, Сэм. Стреляй! Ну! Брикс, сделай что-нибудь. У Сэма почти нет пульса. Ты ошибся. Беги за Садиком. Это приказ! Чтобы Сэм выжил, а трофины недостаточно. Быстро на крышу! Сэм, ты как? Убираемся отсюда! Да что, со терминаторами? Тепловые! У них тепловизоры! Их много. В открытую не одолеть. Я их отвлеку. Зайди сбоку и мощи их. Ну и скорость! Ты как, Сэм? Сэм! Не тормози, Сэм! Чисто! Все чисто! Гримм, маяк на месте! Вертолет вылетел! Держи свой нож. Сэм! Ты мог убить его. Садик был наш. Что мне было делать? Закончить дело! Брикс! Нет, ничего важнее. И я, и ты. Ничего. Отвали! Все, Брикс. Больше я тебя не беру. Спасибо. Пришли мне показатели. Перспективы. Тебе надо отдохнуть, но показатели уже в норме. Не я. Садик. Ушел. Но маяк работает, так что мы отслеживаем контейнер. Сэм, нет. Отдыхай. Мне нужно просмотреть наши данные по Ирану. Президент вчера придала их огласке. Страна жаждет крови. Тогда почему мы здесь? Гримм не верит, что Иран замешан. Тебе не надо калибровкой заняться? Что? Когда инженеры оставляют за собой след, это всегда ловушка. Мы могли их спугнуть. Знай, садик о нас, его бы там не было. Мы не можем по ошибке вовлечь страну в войну. Ты права. Ошибаться нельзя. У нас много работы. Иран не хочет нас пускать! Нам нас драть! Хватит! Вышибем им двери нахрен! Локш! Американцы опять всюду ищут террористов, чтобы... Что мы сейчас сделали? Нашли документы. Но не доказали, что Иран замешан. Похоже, эти мелочи их не волнуют. Неважно. Конгресс жаждет крови. Иран их единственный кандидат. Колдуэл объявит войну, если не предложим иной выход. Которого у нас нет? Да. Но есть это... Бывшее посольство США в Иране? Там сейчас штаб Куц. Рисковая операция для Колдуэл. Идея моя. Не ее. И что? Мы даже ничего не доложим ей? Президенту Соединенных Штатов, что мы летим в Иран? Таков план? Рискованно, Грим. Даже для нас. Только так мы остановим войну. Да. Или начнем. Летим в Тегеран. Действуем быстро. Даже наше правительство не должно знать, что мы там. Меня сейчас тошнит. Соберись. Мы можем поднять дрон, не рискуя шкурой. Инженеры больше до него не доберутся. Я встроил систему идентификации и аварийное выключение. Да, достаточно, Чарли. Что делать Бриксу? Ничего. Ты пойдешь один? Как мы войдем? Покажи. Никак. С кем? Лови все на твой обсад. Одно из самых защищенных зданий в мире. Нам не войти. Войти не самое сложное. У них серверы изолированы. Надо извлечь все вручную? Отправляю все ТТХ на твой компьютер. Но мы же не можем... Мы все можем, Чарли. Он лег поспать. Рад знакомству, генерал. Тратишь время, американец. А если я готов открыть огонь по твоей жене и ребенку? Это ведь они сейчас вернулись с рынка. Правда? Похоже, на ужин будет Горме Сабзи. Подонок! Вдохни поглубже и подумай. Я должен проникнуть в Тапкутс. Мне нужны ответы. Я никак не связан с черным списком. Слов мало, чтобы предотвратить войну. Проведи меня туда. Вставь это в ухо. Предупреждаю. Если хоть кто-то из моих людей пострадает, договору конец. Я никому не причиню вреда. Двигай. Сэм, похоже, твой блеск сработал. Выдвигаемся? Да. Это ты мне или американским нянькам? Это чтобы ты знал, что я не один. Как мило. Сэм, когда будешь внутри, доберись до серверов и подключи к ним мою флешку. Она вытащит из них все по черному списку. Понял. Через охрану пройти будет непросто. Легче пробираться над их головами, Сэм. Давненько американцы не отваживались забираться сюда. Хороший ремонт сделали. Да, мы тут кое-что изменились с 79-го. Сэм. Мудшек керам, горбан. Мудшек керам, горбан. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Видишь, вон там гараж. Тебе надо туда. Я отвлеку охрану. С камерами разбирайся сам. Видим гараж. Я буду ждать тебе там внизу. Немечем кесе аз инжа рад шуде, сарбаз? Хеликам, Женераад. Газариши аз машинахи ке бе ин гараж варид ва аз оон харид میшан, михаам. Аббл ссоб баиад румишам башен. Баре, Женераад. Ба ке рухаттам, чора? Шума адат дарид ке дар бараи дастурар мамуре? Все, генерал, я в гараже. Жди меня на нижнем этаже. Что-то не так, Сэм. Последние слова в комнате охраны генерал произнес в необычной манере. Это мог быть пароль. СМА дает вероятность 37%. Смотри в оба. Все еще здесь? Пока не закончу работа. Какая любезность? Стой, не шагу дальше. Генерал, гурман шума фармудеид ке енче беам. Баиад ба сархангмалуф صобат курием. Аз оон бе хааин та йе носкхе аз аخرим гузариш ру бе шума беде ва оон руи миз мен безонем. Га аге аунча набуд, Женераад? Чеш, бе мен айтемат куней. Баро! За мной быстро. Здесь повсюду датчики системы наблюдения. А мой радиочип их глушит лишь на время. Зачем идти там, где столько датчиков? Затем, что у нас нет выбора. Иначе туда не пройти. Куда туда? Камерам. Где сидят такие, как ты, любители лезть в наши дела. Я пытаюсь остановить эту войну. Правда? Это с беспилотником-то в иранском небе? Иногда некогда вести переговоры. Слова хорошего солдата. За этой дверью. Почти пришли. Будь рядом. В чем дело? В том, что лучше моим близким умереть, чем жить жалкими предателями. Не путайте храбрость с глупостью, генерал. Американцы. Не вы одни цените храбрость. А вы, должно быть, уборщики? Лезете сюда. Трясете оружием. Угрожаете невинным. А с черным списком вы в тупике, так? Я покажу, как поступать с террористами. Гримм. Давай. Он там! Спасибо, Гримм. Это все Чарли. Он снял защиту кофе и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор. Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Свет снова включен. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гримм, иду к хранилищу. Что у вас? Слежу за эфиром. Они вызвали спецназ, который прочешет все здания, этаж за этажом. Ясно. Что там с твоей дешифровкой, Чарли? На флешке, которую я дал, алгоритм поиска. Он вытянет все на садик или черный список. Подключи. Дальше все должно быть в ажуре. Должно? Нет, будет. Сэн, ты почти рядом с хранилищем. У тебя пара вариантов. Тихий. Через систему охлаждения под бункером. Громкий. Через терминал в зале комнаты со взломом двери бункера. Понял. Тихий. Через боль. Через терминал в зале комнаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает. Ништяк. Жди, пока скончается. Есть! Данные на флешке. Хватай ее и сваливай. Флешка у меня. Сэм, Куд сблокирует коридор. Единственный выход через окно по канату. Гримм, по чертежам понятно, что там? Боюсь, нет, Сэм. Найзымай пусто. Я уже в холле. Направляюсь к выходу. Сэм, на пути к точке эвакуации через Ады. Ворота. Ты рядом с комнатой мониторинга. Подключись к терминалу, и мы откроем ворота. Дай-ка я гляну, найдется ли там доступ. О, круто! Сейчас сам еще минутка, и я открою тебе выход. Гримм, где меня заберут? Подбираю место. Черт! В чем дело? Новые подкрепления на подходе. Чарли, давай быстрее. Я стараюсь. Есть новости об иранских солдатах? Как ни странно, эфир чист. Они притихли. Чтобы избежать лишнего шума. Но надо уходить, Сэм. Это все равно иранский спецназ. А времени у тебя нет. Кстати, про время. Путь свободен, Сэм. Ворота открыты. Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Идет подкрепление, Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. Жми. Судя по беспилотнику, к тебе едет с десяток машин. К вам приближается еще волна противника. Можно их обойти? Нет, только напрямик. В смысле? Я опускаю дрон. Радары засекут. Это меньшее из проблем. Ракеты готовы? Отставить. Отставить. Их отследят до США. Гримм. Беспилотник готов. Гримм. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Минус машина. Их машина побита. Враг уничтожен. Враг уничтожен. Минус машина. Машины обезврежены. Путь свободен. Увидимся на борту. Я понимаю, что атака беспилотника... Не было никакой атаки. Просто достатный сбой техники. Конечно. Я положилась на вас. Я думала, что могу доверять вам в этой операции. Да, госпожа президент. Вы меня подвели. Да ладно. Знала же, что хвалить не станут. На моем месте ты поступил бы так же. Чуть не начал войну ради тебя? Я сделала это для успеха операции. Не только президент умеет хорошо выкручиваться. Добытые данные доказывают непричастность тирана. Я говорю не об этом. Я знаю, о чем ты. Я приняла неправильное решение, как Брикс в Лондоне, да? Только выбор не всегда бывает правильный или нет, Сэм. Он не должен быть личным. Правда? Так подавай пример. Мы оба знаем, что ты бы рискнул всем, чтобы спасти жизнь Вика. Вик тут вообще ни при чем. Если бы не он, тебя бы здесь не было. Признай, что ты ценишь превыше работы. Команду. Гримм. Спасибо. Знаешь, поговори с Бриксом. Без него мы не справимся. Эй, народ. Тот маяк на химоружии. Оно уже почти в США. Есть новости, Оли? Сигнал движется на юг по трассе 95. Есть снимки с дорожных камер по этому маршруту. Передай их, Чарли. Сменят курс, сообщи. Я думал, он нас бросил. Он с нами. У нас есть часть номера машины. Работай. Понял. Судя по сигналу, оружие уже почти в Филадельфии. Зря мы дали довести его до Штатов. Если не остановим их... Мы остановим не их. Мы остановим все теракты. Я тут просматривала результаты допросов из Чикаго. У Садика есть круг доверенных командиров. Скорее всего, они координируют атаки черного списка. Если взять координатора живьем... Можно узнать, где планируются теракты. Самое время идти ва-банк. Этот фургон взят на прокат, и по той же левой карте взяты еще пять машин. Маячок! Замедляются. Трасса на Орегон. Сворачивают к пригородам Колумбуса. Городское депо. Видео с камер наблюдения. Другие машины уже на месте. Они готовы к взрыву. Садимся. Аэропорт Филадельфии дал разрешение на посадку. Экипаж, заходим на посадку. Ты разобралась с бомбой из Лондона? Практически. Есть простая процедура обезвреживания. Супер. Чарли, нам надо заглушить радиосвязь в районе. Исключим дистанционный подрыв. Понял. Брикс, идешь со мной. Выдвигаемся. Да. Нейтрализуйте противника в первом фургоне. Сними их до того, как взорвут бомбу. Готов. На позиции. Вижу их. Водитель помечен. Понял. Три. Два. Один. Сэм, найди первую бомбу, пока не поздно. Начинаю бай. Все чисто, Сэм. Встречаю тебя у фургона. Гримм. Я обезвреживаю бомбу. Поняла. Ставлю радиопомехи. Круто. Сигнал хороший. Сэм, есть местоположение еще трех бомб. Одна рядом в тоннеле, вторая на хостдворе, а третья в депо. Времени в обрез. Это слишком большой разброс. Разделимся. Высылаю координаты на обсад. Говоришь, прямо как Гримм. Все чисто. Гримм, есть данные на лидера? Высылаю данные на обсад. Согласно данным разведки, этот теракт организовал именно он. Поговорим с ним. Удачи, Брикс. Отбой. И во что я только ввязался? Скорей, Брикс. Отключи бомбу, пока ее не увезли. Понял. Найти фургон. Там нервный газ. Нашли газ. Вырубаем эту штуку. Гримм, я на месте. Гримм. Эй, Брикс. У нас есть полная схема бомбы, которую Сэм щелкнул в Лондоне. Там внутри аэрозольная система. Думаю, так Сэм и траванулся. Ты справишься. Надо всего лишь осторожно открыть корпус и... Нет, нет. Дай сюда Гримм. Живо. Она нужна Сэму. Ищет лидера. Думаешь, я прямо счастлив работать с тобой? Отвянь, Брикс. Просто сбрось данные на мой обсад, Чарли. Обезврежено. Я уже на месте. Сэм, на той стороне Виадука инженеры активируют бомбу. Пули лети туда. Хорошо. Сэм, судя по СМА, вокруг бомбы все заминировано. Сэм, все противники на земле. Никого на крышах вагонов не видно. Он пуст. Бомбу уже переправили на поезд. Сэм, все противники на крышах вагонов не могут быть. Никто не остановит. Мы не комфортны с контроллами в доме? Я не хочу, чтобы бомб с этим раком. Все вне интолеренции. Все, что мы должны сделать, то есть бомбу и закрепить ее. Так что мы готовы? Мы можем закрепить все время, что мы хотим. Сейчас обезврежу. Так просто? Не, не впервой, Брикс. Объект обезврежен. Быстро он. Понял. Я в депо. Ридер показался? Пока нет. Чарли все пытается его найти. Я иду. Будь на связи. Брикс, последнее устройство в депо. Пара секунд. Нужно быстрее добраться до депо, пока кто-нибудь не снес мне башку. Ну же, ну. Ты это уже делал. Эй, Чарли. Я у последней бомбы. Понял. Я могу тебе помочь? Нет. Справлюсь. Спокойно. Одна попытка, Брикс. Вот и все. О, черт, Чарли. Я дернул красный провод. Это плохо? Что? Еще как? Быстро валя оттуда. Шучу. Мудак. Сэм, все обезврежено. Выдвигаюсь. Подбираюсь к лидеру. На паузу. Черт. Полиция. Буду стрелять, клянусь богом. Вот черт. Это Гарретт, пост 34. Тут еще один. Нужна помощь. Тихо. Тихо. Просто успокойтесь все. Пусти заложника. Ты идиот. Не геройствуй. Один уже пытался. Стой! Стоять! Да ты издеваешься? Брось оружие. Немедленно. Гримм. С бомбами уже работают, а Сэм вернулся из участка. Да, я слышал. И спасибо за помощь. И спасибо за помощь. Что? Нет, ничего. Наслаждаюсь моментом, чувство локтя и вообще. Хорошая работа. Спасибо. Впервые я тебя обогнал, а? Бомбы, террористы. Опаснее всех оказался чокнутый коп в метро. Всем собраться на командный посту. Мне нравится мне это. Инженеры не хотят проиграть. В чем дело? Инженеры сняли еще одно видео. Вам нас не остановить. Отзовите войска. Переговоров не будет. Терактов будет больше. Гримм. Нури в Гуантанамо. Вот черт. В чем дело? ЦРУ привела Клорезу Нури в Гуантанамо. Его сейчас допрашивают о роли Ирана в черном списке. У Нури были сведения? Надо узнать, что он там делает. Но сейчас он сидит в тюремной робе и выдает данные в обмен на милость. Если есть что сказать, говори. Ладно. Гримм права. Ты облажался. Заигрался в ковбоя, а нам расхлебывать. Эй, тише. Мы же исключили Иран. Не важно, кого мы исключили. Если Нури запоет, то может подтолкнуть США, начать войну не с теми. Именно. И кому это может быть выгодно? За дико. Нури явно его человек. Это лишь догадка Сэма. Точно нам не узнать. Мы разругались ЦРУ после Бенгази и Чикаго. Они ничего не скажут. Верно. Ты лишился всех контактов с разведкой. У меня есть ты. Это еще что значит? Будешь работать вместе с Гримм и Чарли. Как Чарли мне поможет? Никак. Ты поможешь ему. Мы лезем туда. Туда? Вы спятили? Чарли нужны протоколы безопасности, чтобы мы могли вскрыть их защиту. Это не так просто. Нужны документы, ключ карты. Не вопрос, это я смогу. Это безумие. Не для нас. На колени. Встать. Теперь вы заключенные с 7-го лагеря тюрьмы на базе Гуантанамо. Кивните, если поняли. Встать, быстро. Заключенный, я ваш конвоир. Вы должны подчиняться моим приказам. Кивните, если поняли. Не думал, что ты справишься. Да. К счастью, у меня еще есть допуски ЦРУ и пара друзей. Полегче, Брикс. Нужно же порадовать камеры. Твоё барахло в тайнике за прогулочной зоной. Отключу свет, чтобы ты мог укрыться. Нури, со следователями из ЦРУ. Они обедают, а у тебя есть время. Встречаемся в лодке? Если достану. Если. Ты принимаешь решение на ходу. Я планирую по ходу. У тебя выйдет. Откуда уверенность? Иначе никак. До встречи снаружи. Стой! Найди нам выход. И тебя посадили. Ну, как видишь. И меня сюда сади, купек. Я здесь не из-за садика. Нет? Что же ты за решеткой? Тогда, думаю, из-за него. Где следующий теракт? Говори. Извини. Я теперь говорю только с новыми друзьями из ЦРУ. Говори. Говори. Где? Я не знаю. Я не знаю. Больше я ничего не знаю. Иран не причастен к этим терактам. Кто стоит за садиком? Больше я ничего не знаю. Эй, что за... Ты больной. Никто тебе не поможет. Прошу, нет. Тебе нужны руки, а мне имена. Я все скажу. Все скажу. Сэм Фишер. Анна Гримсдоттер. Айзек Брикс. Чарли Коул. Ваш самолет. Четвертый эшелон. Он все знает. Все знает. Хочешь найти садика? Он уже рядом. Я заговорил. Садик убьет меня медленно. Мне больше нечего сказать. Убей меня. Прошу. Прояви милосердие. Браво, Брикс. Брик. Брикс. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! Брикс, как слышно? Прием! У меня получилось достать катер на юг вдоль берега. Понял. Берегись. Аварийка заработала. Нужно торопиться. Рано или поздно они найдут то, что осталось от Нури. Сэм, если что, у арбалета есть несмертельные стрелы. Надеюсь, обойдусь без них. Я в рентгене. Так. Иди насквозь. Доберись до берега. Там тебя будет ждать Брикс. Выхожу из лагеря. Иди вдоль побережья. Найди Брикса и сваливайте. Уже иду. Брикса и сваливайте. Фух, крепко. Брикса и сваливайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стой! Вокруг нас патрульные лодки. Гримм скажет, когда можно. Ты все узнал? Нури послал сюда Садик. Отвлекающий маневр, чтобы успеть захватить корабль. Американский огонь. Новый удар. Точно. И еще одна проблема. У Садика есть вторая цель. Мы. Я позволил. Извинения приняты. Я был неправ. С кем не бывает. Зато мы ушли из Гуантанамо. Жаль, похвастать нельзя. Привыкнешь. Да. Мы еще не выбрались. Брикс, вы как раз между патрулями. Пан или пропал? Понял. Отдохнем перед новой операцией. Ты еще вчера нежился на пляже на Кубе, а теперь в Мексике. Уходить от обстрела патрульного катера – не лучший отдых. Ну, скажи, что есть новости про захваченный инженерами корабль. Персонал аэродрома уехал пять минут назад. Быстро и внезапно. Похоже, у нас будут гости. Мы пытались использовать дрон для разведки с воздуха, но кто-то глушит сигнал. Нам надо немедленно взлетать. На фланге пешая группа противника. Так, вы трое. Останьте здесь и прикрывайте нас. Гримм, мы не можем взлететь, пока по нам стреляют. Я все подготовлю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Внимание! Внимание! Ози ранен! Терри помоги ему! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Убей! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь все чисто. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошла. Забираем всех на борт и улетаем. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Я понял. Подключаю к Апсату. Цель уничтожен. Яблочко. Сэм, противник слева от самолета. Машина уничтожена. Готов. На свалку. Пыль столбом, грузовики на подходе. Надо взлетать немедленно. Понял. Брикс, что у тебя? Отслеживаю танкер в заливе. Береговой охране пришлось сменить один экипаж. Пищевое отравление. Чарли. Ребят, вы посмотрите. Спасибо приятелям из Форт Мида. Помогли отследить IP-адреса парней из Филадельфии. Перед тобой сервер, который инженеры используют для операций. ID, адреса. Это все чушь. Ты о чем? Это просто фон. И до Гуама мы видели сотни таких атак. Это в духе инженеров. Но нам не ясно, зачем Садику нужен черный список. Я думал, ради вывода войск США. Садик знает, что этого не будет. Брикс прав. Мы задаем не те вопросы. Если Иран здесь ни при чем... И на вывод войск ему плевать. То, что бы он задумал. Чарли, отключайся. Твои данные могут быть дизой. Вы с Бриксом займитесь танкером, начав с той замены экипажа. Это надежнее. Есть, шеф. Гримм, занеси все данные в СМА. Выясни, что замышляет Садик. Предупредив теракт, мы не узнаем, что нужно Садику. А захватив его человека, узнаем. Очень хитро. Есть. Они клюнули. Теперь могут отключать что угодно, но уже пять минут паладин мой. Хорошо. Что с танкером? Встреча с Эхо в море через два часа, атака через четыре. А как дела с их правительством? Зона Ф, желтый статус. Документы из АНБ и Госдепартамента уже отправлены. Ладно. Надо их подтолкнуть. Запускаем огонь. Запускайте. Пусть горит весь берег, когда я приду. Но начни с Фишера. Пусть узнает о наших планах. Пора! Спасибо. Скажи, если Оле что-то нужно. Но не считая внешних повреждений, самолет в порядке. Отлично. Чарли? Что? Есть информация о том корабле? Работаю над этим. Теракт назван американский огонь. Полный танкер. Страшное оружие. Что это было? Я здесь ни при чем. Гримм. СМА не отвечает. Не работает. Чарли? Я пытаюсь. Брикса, у тебя? Ничего. Есть только свет и внутренняя связь. Это кабина пилота. Двигатели теряют мощность. Сколько мы протянем? Вопрос нескольких минут. Навигация отрубилась. Только ручное управление. Надо проверить заднюю панель. Я не успею все восстановить. Я даже не знаю, как они это сделали. Эй, приятель, отзовись. Командир, что у вас? Это второй пилот. Нужен врач. В чем дело? Капитан. Разбил голову, когда тряхнуло. Он плох. Без сознания. Повторяю, нужен врач. Самолет под контролем? Черт. Двигатели сдохли. Пытаюсь завести. Все системы навигации блокированы. Справишься? Да. То есть нет. Попробую удержать самолет вручную. Спланировать. Но нужен второй пилот. В одиночку всем этим управлять не выйдет. Брикс, свяжись с пилотом. Ты куда? За Кобиным. Попробуй резервное питание. Опять пробуй удаленку. Ничего. Давай, Чарли. Дай-ка угадаю. Мы в полной заднице, и только я могу нас оттуда вытащить. Так? Пилот вырубился. Черт. А что второй пилот? Летит наручном. Ясно. Нужно это боя. Отключи питание. Второй генератор и перезагрузись. Мне нужно в кабину пилота. Выпусти меня, Фишер. Фишер, выпусти меня. Я отключу питание. И сброщать груз. Это даст нам немного времени. Брикс, давай хвост самолета. Нужно сбросить груз. Быстро. Уже иду. Я оставлю сообщение в черном ящике. На всякий случай. Это Анна Гримсдотер. Я говорю с борта воздушного командного центра «Паладин». Если слышите это сообщение, свяжитесь с... Сэм, грузовой отсек открыт. Наш самолет уничтожен при попытке помешать похищению корабля. Мы подозреваем, что всем стоят инженерам. Батаре... Нужно снизить вес. Сбрось вертушку. Парни, сейчас начнется болтанька, присоединитель. Не вариант. Черт! Брикс, посвяти мне. Я выстрелю. Ты попадешь в него сверху? Сейчас узнаем. Еще чуть-чуть, Сэм. Ты на месте? Вижу цель. Погоди. Разочек. Так, Фишер, слушай сюда. Для перезапуска сиська ему нужно вырубить питание. Шевелись. Щиток под фальсполов. Где-то под СМА. Люк в отсеке электротехники сделан. Гоббинс, генератор отключен. Прелестно тебе. Нужно выйти в пике. Тащись в кабину, а то еще вылетишь через воздухозаборник. Сейчас буду. В чем дело? Он хочет все перезапустить на лету. Я бы уже все сделал, если бы этот кретин не мешал. Самолет упадет. А по-твоему, что с ним сейчас происходит? Пусть попробует. Работает. Ладно. Фишер, надо восстановить подачу топлива. Если это сработает, на запуск у нас будет пара секунд. Блок ручной подачи топлива там. А как перезапущусь, Денис штурвал на себя, понял? Шанс у нас только один. Три, два, один. Хоп! Ну, давай же, давай! Давай! Давай, 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 давай! Что тут у нас? Основные системы работают. Мы летим, но летим вслепую. Гримм, внутренняя связь работает, но вся остальная еще нет. Это еще что такое? Нас атаковал вирус. Аналог стакснет. Я восстановил СМА и полностью очистил систему. Все в норме. Как инженеры запустили сюда вирус? Мы проведем расследование и выясним. Вот черт. Что еще? Вот что мы получили перед тем, как все вырубилось. Они запустили программу сохранения правительства. Что это значит? Всех шишек из армии и правительства попрятали по бункерам, чтобы наверняка выжили. Как тогда, 11 сентября? О, боже. Думаешь, последний их теракт? Мы еще не знаем, Чарли. Сосредоточься и восстанови связь. Давай проверяй частоты все до одной, пока не пробьешься, ясно? Брикс, есть новости о том корабле? Никакой связи с миром у нас по-прежнему нет. Не можем ни с кем связаться, но работаем над этим. Чарли. Вирус. Я нашел источник. Он проник, когда мы потрошили тот планшет из Миравы. Не может быть, система... Я тут изменил пару протоколов защиты. Хотел увеличить быстродействие. Ты пустил вирус в систему? Вот как нас нашли в Мексике. Нет, не так. Пока мы были на Земле, я связался с одним знакомым из того картеля. Инженеры объявили за нас награду, и он нас, похоже, продал. Чарли, как... Есть! Теракт, американский огонь удался. Отсюда и программа сохранения правительства. Что было их целью? Прости, Сэм. Слишком много информации. А, вот. Похоже, Луизиана. Сабин Пасс. Танкер с газом. О, боже. Сабин Пасс. Крупнейший топливный терминал на побережье. Перед ударом танкера инженеры еще запустили в терминал вирус. Системы безопасности, их дубли, все было отключено. Вирус работает точно так же, как и на нашем самолете. Вот черт. Все топливные базы побережья заражены. Если так пойдет... Их взорвут одну за другой. Точка сброса близко, Сэм. Готов. Снижаемся до пятисот. Замедляемся. И три, два, один. Пошел, пошел! Гримм, Сэм, пошел. Ясно. Поехали. Гримм, я на земле. Иду к сбитому вертолету. Сэм, котики под плотным огнем с земли. Инженеры? Да. Пятнадцать в ловушке. Не знаю, сколько продержатся. Я свой! Меч! Хаос! Откуда ты знаешь отзыв? Если ты передумал стрелять, не тыкай в меня столом. Я пришел помочь. Нам помощь не нужна. Откуда ты взялся? Сам по себе. Вам приказали зачистить терминал? Нас послали остановить танкер, но было поздно. Мы прибыли после столкновения, наткнулись на противника. Почти взяли их лидера. Но тут началась херня. Гримм, тут приоритетная цель из инженеров. Дай координаты. Сэм, противник атакует спасателей. Выхожу, Гримм. Найди мне их лидера. Постараюсь. Гримм, ориентиры. Спереди пожарная станция. Там спасатели под обстрелом. Пожар выходит из-под контроля. Нейтрализуешь всех инженеров, чтобы пожарные могли заняться своим делом. Воритет. Депутат. 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 Пошел! Сэм, что там? У пожарной станции чисто. У тебя? Ищу лидера инженеров. Держи в курсе. Сэр, все чисто. Можете приступать. Спасибо вам. Теперь успеем всех эвакуировать. Должен быть способ остановить пожар. Газ течет в огонь прямо из основного газопровода. Попадет в трубу и все. Это как отливать против ветра. Как он там? Поняли, сэм. Ищем выход для тебя. Нет, подожди. Найди терминал. Я уничтожу их вирус. Почищу все. Сэр, где аппаратная? Верхний этаж терминала. Но там опасно. Ничего, мне помогут. Удачи, сэр. Удачи скорее понадобится тебе. Чарли, я в аппаратной. Подключи обсад к основному терминалу. Используем удаленный доступ. Момент. Да, все готово. Ты молодец, Чарли. Теперь я контролирую все. Свет, двери, безопасность. Стоп. Кажется, я нашел лидера. Он переоделся парамедиком. Даю координаты. Иду. Все системы заработали. Похоже, они отбили терминал. Блокировать зону. Особенно восток. Держите меня в курсе. Вперед! Лидер должен быть в поле зрения, Сэм. Вижу. Я пошел. Сэм, я могу закрыть ворота. Мы его понимаем. Давай. Стоп. Извини, Сэм. Могу открыть их снова, но нужно время. Поищу другой путь. Сэм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Садик поджидал их там Все кончено Грейм Брикс Лидер ранен Нужен врач быстро Сделаем Скажи им, он обездвижен Сделаю Связь с президентом есть? Еще нет Есть новости от котиков Они в порядке Заправляемся Взлет через 20 минут Эй, спасибо за помощь Не за что Есть минута? Сейчас? Да нет, пожалуй Поговорим позже Грейм, вирус Надо сказать ему Не надо Я облажался Думаешь? Почему ты меня прикрываешь? Ты же не хочешь со мной работать Нет, не хочу Спасибо Сам спросил? Ты никого не слушаешь Думаешь, что знаешь все Для тебя работа — это игра Это все? Нет, не все Знаешь, что меня больше всего тревожит, Чарли? Работаешь, ты отлично Между Садиком и всем миром Теперь стоим только мы Я не могу позволить Сэму Скинуть тебя за борт Прости Найди способ загладить свою вину Это тот самый вход? Проверь средства защиты Грим, ты связалась с президентом? Да, но нас не хотят слушать Как это? Секунду Тут помощник президента Извините Президент занята неотложными делами Не может с вами говорить Это четвертый эшелон Она знает Прости, Грим Попиваешь с президентом кофеек Ты считаешь себя важной шишкой? Учти, у меня есть связи в Конгрессе Ты угрожаешь мне? Нет Дай мне президента Если дорожишь работой Теперь угрожаю Президент Колдуэлл Мы считаем цель Садика Бункер зоны F в аэропорту Денвера Да, у него там были агенты Садик взял бункер И у него якобы есть химическое оружие Два часа и мы будем там Нет, вам пора домой Что? Положение под контролем Бункер уже полностью отцеплен войсками Садик готов к переговорам Если его условия... Из каких это пор Америка торгуется с террористами? В его руках несколько выше государственных служащих В том числе министр обороны Садик непростой вымогатель Он гораздо выше этого Свободный мир не полагается на инстинкты Вы вне игры А я нет Данная вам пятая свобода Не оправдание личной мести Мы держим все под контролем Это ведь западня В последний раз, Фишер Я запрещаю взлет Паладину ВВС собьют любой самолет на подходах к Денверу Я обязан помешать Садику, но... Один я не справлюсь Летим в Денвер Летим в Денвер Летим в Денвер Грим, мы сможем как-нибудь проскочить сквозь ПВО Денвера? Там сейчас метель Незаметно подлетим, затем сбросим высоту Чарли поможет мне подготовиться Да, Грим Конечно Что? Повтори Сэм, пилот отказывается лететь в Денвер Так гони его Тащи Кобина Мэп вперед и поближе Группа Дельта близко и готова задать нам трехку Так, а это уже плохо Обнаружили вторичные цели? Да, система связи, защиты и жизнеобеспечения управляется с контрольного паста Я переделал вирус инженеров и скинул вам на флешки Поотнуй в каждую систему и бункер блокируется И мы, кажется, знаем, что нужно Садику Там автономная система, но в ней есть дыра При запуске программы сохранения правительства Вся важная информация дублируется в бункере За ней Садик и лезет Надо доложить президенту Переговоры могут прослушивать Работаем молча Притягивайте манилию зона радаров Из-за тебя наступлю Ну а теперь вырубаем свет Бросают на него Готовы? Пошли Сто футов Пятьдесят футов Что теперь делать? Молись Это Чарли Спецназ уже здесь Значит, времени в обрез Идите к метеостанции Там управление вентиляцией бункера Если попадете в шахту Считайте, вы уже в бункере Там воткнете три флешки Что я вам дал Запустите вирус в систему Под командным пунктом Есть технический этаж Оттуда можно все заблокировать Эй, парни! Я без оружия! Я гражданский! Без оружия! Главный пункт запечатан Соложили! Как раз таки в растяжке Как раз таки в растяжке Я взял Соложил ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Сэм, Брикс, это Гримм. Мы в деле. Кто-то в самом бункере пытается добраться до архивов министра обороны. Если садик скроет файлы, надо ему помешать. Любой ценой. Действуем. Стоять! Не с места! Воздух не подается. Что там у вас? Вентиляция откручена. Мне нужны не проблемы, а решения. Что у нас там с заложниками? Так. Вы же сделаете. Что от вас просят? Доступ тебе не получить. Ты уничтожишь Америку. Начнешь войну. На войну мне наплевать. Мне нужно самое важное оружие. Информация. Тише. Тише. Просто расслабьтесь. У вас теперь нет выбора. Все, что вы можете, это потерпеть и сломаться. Пошел ты. Кто-то проник в бункер. Скорее всего, спецназ. Давай безымянный. Нет. 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 А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Где Фишер? Уже близко. Оставишь меня в командном пункте? Ха! Чтоб ты связался с командой. Я похож на идиота. Скрутить его. Не люблю я подкожные рации. Как протезы. Фишер, у меня ваш дружок. Уходите. И я его не трону. Ведите его. Фишер его не оставит. Надо перевезти заложников. Прошу! Браво! Не надо! Заложники почти утонали. А-а-а-а! О, боже. Прошу. Нет. Помогите. Ты что, совсем сдурел? Он же откинется! Передай мне тот жгут. Примись за другую руку. А-а-а! А-а-а! Нет! 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 Не надо! Нет! А-а-а! Сделайте, что просим. И все. А не то лишитесь пальцев, лишитесь ушей, а может, зубов! Нет! Я все сделаю. Могли бы сохранить руку. Копируйте файлы. Нет, нельзя! Мне очень жаль. Очень неосторожно. Ты в него не выстрелишь. Отнюдь. Собрался его убить? У тебя кишка тонка. Извини. Нет! А-а-а! Поведешь нас к самолету. Поднять его! Это Маджид Садик. Бункер зоны F находится под нашим контролем. Мы выходим с заложниками. Мы отпустим их, если дадите нам уйти. Любая провокация, и они все будут уничтожены. Давай во мне. Осторожно. Там полно снайперов. Они только и ждут наши ошибки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаю, ты не ответишь, Сэм. Но им нельзя дать уйти. Останови их любой ценой. Самолет надо полностью зачистить. Всех, кто ездит. А? Строй! Строй! Эй, смею! Я в норме. Убей Садика. Ты же ранен. Кончи его, Сэм. Черт! Грин! Прочак Бриксу! Быстро! Я за... Это конец! Мы ведь только начали! И... Черт! Покажись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Привет, вы позвонили Саре Фишер. Оставьте сообщение после сигнала, и я перезвоню. Спасибо. Сара, это я. Возьми трубку. Папа, прости, я сейчас проверяю все звонки. Тут неподалеку стреляли и... Понимаю. Хотел сказать тебе, скоро я буду дома. Как уже? Все позади? Ты сам как? А дядя Вик? И Анна? Ну, потрепала немножко, но все целы. Господи, я так рада. Я так боялась, пап. Все боялись. Никому не говори, но я тоже боялся. Вау, я просто в шоке. Ты не шутишь, пап. Все кончено, а американская пыль... Забудь о ней. И больше не вспоминай. Забыть? А ты будешь продолжать работу? Да, я же должен. Но я вернусь, как смогу. Я обязательно вернусь, малыш. Да. Я знаю, пап. Люблю тебя. Я буду ждать тебя дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...